Он уважает вместе с этим и нас. Алексей Бондаренко, Денис, ты о нём, пожалуйста, расскажи теперь что-нибудь. Уже всё. Ну что, самый неприятный факт текущей действительности заключается в том, что Алексей Бондаренко после двух снарядов в шестёрку лучше не упадает. Он ещё разводится. Это понятно. Но вот, тем не менее, вот... Но третий снаряд. Вечно вот он вот так вот притормозит на старте, и потом тигринами, какими-то прыжками догоняет конкурентов. Ну, да. Я тоже очень люблю этого гимнаста. Поэтому и огорчаюсь очень яростно его неудачами. Ах ты что, немножко выпрямить надо. Хвостик немножко был от абсолютной... Отвладительный. Вот такой раз в это же горизонтаре вы на весь этот малёст. Ну, как сложно. Ребята, это было очень сложно. А он это всё-таки выполняет, и не один раз. Вот посмотрите, вот классное исполнение, да? Всё-всё при нём. Как все спортсмены слегка суеверные, я уже и молчала, когда он наступал, и говорила, и ругала, и подхваливала, зная, что некоторым это... Ой, токнул под руку, не говори под ногу. Как угодно я готова. Если надо замолчать, замолчала бы. Ну, вот вроде он, слава богу, кольца завершил. Ну, придёт время, и мы найдём правильный метод для каждого из участников национальной сборной. Правильно, Денис. Но у нас тоже уже определённый опыт появляется. Мы знаем, что надо по цвету Хоркину молчать, потом либо вместе с ней прыгать, а счастье, либо... Там, другая... Там, другая...